Ты сталкивался вообще с какими-то мошенниками, которые там вот на недвижимость кидают вообще, нет? Я уже говорил в своих видео и повторю еще раз тебе, твоим зрителям, есть кидаловы, а есть аферисты. Так, ну-ка. Кидаловы и афера чем отличаются? Не знаю, расскажи. Смотри, кидаловы это когда у тебя берут деньги и ты остаешься недовольным, а афера это когда у тебя берут деньги и ты становишься довольным, обращаясь еще раз к этому человеку и рекомендуешь другим. Так вот, в Испании и кидаловы, и аферисты, в принципе, есть и те, и другие. И те, и другие. Да, кидаловы это те, которые пытаются жить правильно, которые хотят, чтобы было все хорошо, но у них не получается, они вынуждены становиться такими. А аферисты это те, кто уже научились быть не кидаловыми. То есть они уже не кидают, они уже, они берут больше, но и дают тебе что-то взамен. А, что-то дают? Ну ничего, это только недвижимость, но то же самое мороженое в Меркадоне. Это хорошая афера, правильно? То есть, по большому счету, ты пойдешь завтра в другой магазин, а там скидка и в два раза дешевле. То есть в этом магазине сегодня тебя обманули? Если ты вчера купил футболку за 5 евро, а завтра ты ее купил за 2,5 евро. Так вот, когда ты купил за 5 евро, это обман? Обман. Ее же все-таки можно было купить за 2,5? Ну да, по сути, на все. Ну то есть, значит, если мы попадаем на кидаловы, либо на аферистов, да, то есть мы кто? Лохи. Лохи. Ну вот и все. Все просто. Так а вот как все-таки это обойти, например, по приезду сюда все-таки как-то возможно, чтобы не сильно попадать на так, или вот все-таки сложно. Как ты думаешь? А есть такая поговорка, жадность фраера губит. Так, это как ее применить сюда? Для того, чтобы стать таким же аферистом, как все остальные, для этого надо сначала быть в роли лоха. А, вначале лохом побывать, да? Так, сколько? Год, два, три? Когда этот финальный так заканчивается? Или сразу? Я, знаешь, это уже философия, но я думаю, что мы рождаемся и умираем лохами. Поэтому, как бы, ну, как тебе правильно сказать? Ну, все зависит от того, что ты хочешь, понимаешь? Никто тебя не обманет, если ты будешь находиться вот тут. Понимаешь? Но как только ты выходишь за вороты, как только ты выходишь из своей квартиры, из своей пещеры, да, то обязательно на тебя кто-то хочет напасть. Какое-то хищное животное. И взять денег. Да, а твоя задача выйти, завалить какого-то мамонта быстренько и затащить его в пещеру. Понятно, понятно. Саша, а вот конкретно ты на что-то подал вот так, чтобы прямо вот, например, сейчас вот, скажем, ну, оглянуться там, три года назад ты приехал. Давай. И вот вспомнить, вот, сейчас бы, например, я вот туда деньги не отнес, например, там, фирму там полторы тысячи евро не отдал бы за фирму. У тебя вот какие-то есть такие? И сейчас, например, открыл бы ее там за 500 евро. Понимаешь, везде, где тебя, как бы тебе, когда кажется, что тебя обманывают, ты получаешь неповторимый, неоценимый опыт. Понятно. Который потом никогда больше нигде не применишь. Понятно. Все. Это все твой опыт, который под большому счету может тебе потом не пригодиться. А может пригодиться. То есть это все зависит от того, кем ты хочешь стать. Если ты хочешь тоже стать аферистом, лучше подольше побыть в роли лоха. Тогда ты будешь понимать, как это работает. А, вот так. До конца. Да. То есть я ни о чем не жалею. Вот я не могу, я мог сказать, все плохо. Да, и депрессия была, и ну что хочешь. То есть были такие моменты, когда вот уже, знаешь, готов был взять в руки чемодан и просто выйти, уехать, улететь. В Одессу? Нет. В Колумбию там, не знаю. Куда угодно вообще? В Майами. Куда угодно. Ну только чтобы не быть тут, потому что тут вот так вот уже все остаточертел. А чего именно все вот так вот? Все. А что все? Ну все. Спанцирь, что там, бытовуха? Все. Или то, что там денег нет? Невозможно. Невозможно ни работать, ни жить. Вот все плохо. А здесь, да? И психологически. И психологически, и физически, и морально, как хочешь это называть. А что именно не выдерживает? Ну, живешь ты, на фоне, работаешь. Ну, тебе же никто не расскажет, что путь иммигранта тут проходит каким образом? Когда нету пяти евро в кармане, чтобы пойти в Меркадону и не у кого одолжить. Потому что те, кто мог тебя одолжить, они тебя уже одолжили. А, понятно. Вообще, уже финишная такая прямая, да? Да. И через это практически многие тут проходят. Тебе было такое? Либо проходили, конечно. Ну и как вообще это все? Ну, это я тебе уже сказал. Угу. Это депрессия из-за этого была, да? Да, можно пойти на преступление. То есть, понимаешь, когда ты находишься в такой ситуации, ты загнанный в угол, и ты становишься диким зверем. Почему тут все люди такие злые? Ты обратил внимание? Ну, так напрямую-то нет такого. Просто, может быть, там глубже, когда начнешь разговаривать с кем-то? Ну, причем ты просто взял интервью и пошел. Ну да, да, так близко. То есть, ты не соприкасайся. Ты не покупаешь тут квартиру, ты не делаешь никакие дела, да? Ты просто турист. Ты сегодня тут, завтра там, пусть и завтра там. Ну да, да, да. Вот. То есть, поэтому что с тебя взять? Ну, то есть, как только ты что-то захочешь, вот обязательно люди появятся, которые захотят тебе обязательно помочь. Ну и... А тут уже так, как на кого попадешь. Помочь? Если это я не прошу, или... Нет, когда ты будешь просить. А, когда ты будешь просить? Ты в любом случае будешь просить. Ну, например, захочешь ты купить квартиру. Ну да. Тебе нужен будет помощник. Если ты, например, найдешь какую-то квартиру, которая у испанского риэлтора. Как ты с этим испанским риэлтором будешь разговаривать? Тебе нужен человек, который поможет. Если он на английском говорит, например. У меня жена хорошо на английском разговаривает. Флаг тебе в руки. Супер. Ну, я тебе скажу честно, я бы не рекомендовал. Во-первых, к нотариусу ты не попадешь. Потому что если нотариус увидит, что твоя жена не совсем хорошо говорит парню. Во-первых, нотариус должен быть испанский. Давай начнем с этого. Договориться-то, поговорить с риэлтором ты поговоришь. А на сделку ты не пойдешь. Надо знать испанский. То есть нужен переводчик. И желательно человек, который в этой теме. Потому что я сталкивался с людьми, которые просто были готовы за 5 евро в час переводить. И когда они пришли к риэлтору. Ну, как бы нужен был в тот момент официальный человек, который говорит по-испански. Она 15 лет тут. У нее муж испанец. Она 15 лет тут живет. У нее дети тут родились. Она хорошо говорит по-испански. Но когда пришли к нотариусу, она многих вещей, вот именно таких вот по... Слованных оборотов таких, да? Да. Она не понимала, не знала. И благодаря того, что моя была Наташа, которая тут 4 года живет. Но она в этом крутится постоянно. Да. То есть как бы и не один раз была с нотариусом. Была на нотариальных сделках. Она ей помогала переводить. Потому что... Каждый проходит такой этап. Да, получается. Вот ты приехал, например, и... Разные люди. Кто-то приезжает сюда на стройку. Сразу? Да. Да. Я вот как-то раз ехал в автобусе с дедушкой. Дедушке там 65 лет. Он уже в Закарпатье построил дом сыну одному, сыну второму. Ему там 65 лет. Но он все равно едет в Мадрид. Он 15 лет уже. Вот он как на заработки. Многие люди сюда приехали 15-20 лет на заработки. Ну, я слышал, да. И просто остались тут жить. И все. Вот так вот. Да. Просто прошло время. У них тут родились дети. Закончили испанскую школу. Получили испанское образование. Ну, куда им уже возвращаться? В Украину, да? Да. Да. Я знаю знакомых, которые дома по 300 тысяч построили у себя в Украине. Я вот уже об этом слышал. А для чего? А живут тут на квартире. Да. Вот почему-то они там строят. А здесь какая-то психологическая... Так это было тогда, да. Ну, люди... Понимаешь, когда люди эмигрировали не для того, чтобы жить, а для того, чтобы заработать денег. Так можно было за 10 сразу себе строить? Ты же сейчас один раз живешь в жизни? Нет. Ну, по-разному. Другие времена. Не забывай, это было 20 лет назад. То есть, тут и заработки были другие. У меня есть знакомый, который в 2008 году, он обычный мебельщик. Который в 2008 году купил квартиру, взял в кредит за 200 тысяч. Сейчас он банку должен полмиллиона. А отдал всего 60. И банк у него уже забрал эту квартиру, но он все равно в ней живет. Как-то он там пытается договориться с этим банком. Ну, то есть, как бы, но долг на нем этих полмиллиона еще вроде как висит. Так, получается, его могут каждый раз выпинуть из этой квартиры, да? Ну, попробую. У него там уже новая жена, она постоянно ему маленького ребеночка рождает. А, у него их много, да, уже? Нет, ну, я так, что что, ну, трое. А, его не выкинешь просто, да? Ну, да, ну. Это понятно. У него полгода назад родился еще, ребят. Ну, блин, вообще такой же оккупас живет, по сути дела. Ну, а я его спрашиваю, а чем ты думал, когда ты вот 200 тысяч, завтра въехал, непонятные какие-то, ну, короче, там, зал АЗ, не туда, я не помню, городишко называется. Короче, 20 километров отъехал в сторону Картахена. Угу. И там он купил эту квартиру за 200 тысяч. То есть какой-то коттедж хороший? Ну, да, нет, да, такие цены были. А, цены, это просто высокие цены, что ли? Цены были такие, да. Я приехал, я в 2007 году сюда, когда приехал вот к жене-брату, да, и я спрашивал, почем тут недвижимость. Так вот, ну, вот такие бунгало, да, грубо говоря, там, бунгало стоили 200 тысяч, квартиры сто. А он купил вообще за 200 тысяч, но это был пик, самый пик. Самый высокий цены. Плюс через банк, да. То есть он взял за 200 тысяч. То есть, ну, это таких историй тут очень много. Очень много. Получается, сейчас она, цену упали, я вот тут недавно видео снимал. Дом при высоких ценах человек покупал за миллион евро, сейчас продает за полмиллиона евро. И это то же самое, да, сейчас, получается, этот дом стоит не 500 тысяч, как он должен, а, наверное, 100. Когда я приехал сюда в пятнадцатом году, та квартира, которая была 120 тысяч, ее можно было купить за 40. А, а сейчас она 120? Нет, сейчас она 70-75. А, 75, это был самый пик? А покупались в основном в пик. В пик, да, все? Покупаются квартиры в пик, а продается в падении. Это всегда-то. А? Это вся недвижимость во всём мире так продаётся и покупается. Тебе когда нужна недвижимость? Когда растёт экономика, когда у тебя есть работа, когда у тебя зарплатка, тебе нужна квартира, а когда у тебя нет денег, когда у тебя нет работы, нет работы, значит нет экономики и соответственно ты хочешь продать квартиру. И все точно так. поэтому если квартиры растут значит экономика растет то есть если в испании идет рост значит есть какая-то надежда но я скажу честно я не могу сказать ну все говорят что идет рост и по себе тоже замечаю что идет рост но и могу понять то ли от того что я обживаюсь новыми клиентами новыми знакомыми то есть когда ты находишься на определенном месте ты обрастаешь каким-то мхом знакомым таким да то есть ты отсеиваешь там с одним человеком общаясь а потом он теряется другим встретим а четвертом ты уже находишь какой-то общий язык сначала почему я были такие случаи что я людям как бы давал свои резюме рекомендации короче в общем свои каталоги какие-то предлагал там какие-то свои возможности да и эти люди появлялись в моей жизни потом через год то есть я звонил там или например писал или просто мы встречались я рассказал послушал ну бывало такое что я месяца три ждал пока мы встретимся потом через три месяца мы встретились пообщались и потом через год он у меня что-то заказал а потом он у меня заказал еще что-то еще что-то и по чуть-чуть по чуть это вот так он начать здесь бизнес да да это только три месяца, надо подождать пока встретиться с ним. Ну, пять лет. Надо прожить и постараться себя зарекомендовать, что ты нормальный. А нормальный это значит, что ты можешь зайти в минус и после этого с этим человеком дальше разговаривать. Значит, ты нормальный. То есть, когда ты с этим человеком контачишь, но тебе это не совсем выгодно, а ему это выгодно, тогда ты нормальный и с тобой можно общаться. Такая психология здесь, да, получается? Ну, не то, что психология, а такая суть выживаемости. Получается, ты минус себе делаешь ему что-то, да? Ну, так получается. Что потом, может быть, он что-то там закажется? Ну, знаешь, это как своего рода дедовщина. То есть, ты же лох, и вот пока ты не пойдешь на второй год, да, в армию, то пока ты не поймешь, как тут все происходит и каким образом, пока ты не станешь кому-то нужным. А для того, чтобы стать кому-то нужным, для этого надо что-то сделать, показать себя. Так а если сразу показать себя? Не пока, а как? Тут все по-другому. Тут мир другой. Ну, а что именно? Что именно? Ну, все по-другому. Даже стенку по-штукатурить. Тут по-другому. Человек, который профессионал там, он сюда приезжает, он сначала себя ведет, как великий профессионал. Потом он понимает, что он лох. Потом он начинает вести себя, как лох, да, и начинает рассказывать, да тут все так испанцы все это делают. Потом он начинает понимать, что так дело не пойдет, так тоже никто не хочет. То есть, как бы, знаешь, как, ну, вот я когда приехал сюда, первое, что мы в Пищине, да в Испании вообще делать мебель не умеют. Да, да не умеют тут мебель делать. Точно так же я приезжаю тут, да тут не умеют класть плитку, да тут не умеют штукатурить. Боже, да посмотрите на эти стены. Да тут это. Да я сейчас вам покажу, а потом это твое покажу, никому не надо, и у тебя это не получится, потому что это другие материалы. И другие, другое отношение ко времени, к жизни, ко всему. И пока ты это все не почувствуешь, не найдешь вот эту вот золотую середину, именно середину, понимаешь, между... Своим профессионализм таким и бездельством, да, таким? Между скоростью и качеством. Давай скажем так. Скоростью и качеством. Да, и для того, чтобы ты мог человеку, то есть, для того, чтобы ему это было недорого, и это было в тот же самый момент качественным, у тебя должна быть скорость. Потому что ты должен сделать много, и ты же хочешь заработать больше, правильно? И вот ты находишь вот эту вот грань. То есть, опять же, обрастаешь знакомыми. Но это такие, я тебе говорю сейчас про рабочие профессии. Ну понятно, понятно. То есть, так же и риэлторы. То есть, вот я знаю, вижу там судьбу двух риэлторов. Один в Аленсе, другой в тревехе. Так. Один подходит с одним, то есть, как бы вот, у одного риэлтора семейный бизнес, у другого риэлтора семейный бизнес. Только один в Аленсе, другой в тревехе. Испанцы или наши? Ну конечно наши. Зачем не испанцы? Понятно. Испанец, он, я знаю испанских риэлторов, это совершенно другой тип. Но там, скажу честно, я попадал на испанского риэлтора, который, ну, занимается конкретным кидаловым. А, даже такие есть испанцы, да? Да, конечно, испанские риэлторы тоже такие есть. И чем попасть на такого испанского риэлтора, лучше пойти к нашему риэлтору. Понятно, что наш риэлтор тоже, как бы, он не упустит свое, но, тем не менее, мы же привыкли к халяве. И мы же хотим найти риэлтора, который как можно меньше возьмет за свои услуги, да. А тут такого не бывает. Он, с одной стороны, может и возьмет с тебя меньше за свои услуги, но с другой стороны доберет, да. Потому что, а как по-другому? А на чем еще можно с другой стороны добрать? На всем, чем угодно. Ну, в основном, основном, это котируется среди наших риэлторов. Это продавать немножко дороже недвижимость, чем она стоит. Ну, немножко дороже это может быть на 20, на 30, на 40 процентов, да? Или как-то более реально. Ну, подожди, когда ты покупаешь квартиру за 70 тысяч, тебе она нравится? Тебе устраивает цена? Ну да. Ну, то и все, что ты павеси. А, вот так вот. А там она может стоить 50. А это уже не, это, ну, может и стоит. Это, мы с тобой говорили про футболку. В одном магазине пять, в другом два с половиной. Или сегодня она пять стоит, а завтра два с половиной. То есть, ну, были на это какие-то условия. Вот и все. То есть, то, что ты покупаешь квартиру немножко дороже, чем она реально стоит. Ну, так оно и есть, но а как по-другому? Ты же не прожил тут пять-десять лет. Ну да. Ну проживи пять-десять лет, начни понимать, как тут все происходит. Каким образом тут деньги зарабатываются? Сколько они стоят? Каждому же деньги еще по-разному достаются. Такие схемы. Ну, я там кидал, мошенничество. Ну, я вот рассказывал, рассказывал в своем видео немножко. Сейчас быстро расскажу. Буквально недавно женщина приехала в Барселоне покупать квартиру, в кредит и не купила. Почему? Ну, все шло. Ну, не знаю, до конца не можем, не могу узнать. Хочу даже знать этих риэлторов в лицо, на всякий случай. Ну, чтобы в будущем может превратить эту ситуацию. Но пока что женщина в депрессии и не сильно она контакт идет. В депрессии? Ну да, ну она же оставила немножко денег и не купила. А, оставила? Ну, а в любом случае ты должен оставить. Если ты увидел квартиру и хочешь ее купить в кредит, ты должен дать задаток. В любом случае. А, естественно, это так, если ты деньги вытащил из кармана, кто тебе их уже обратно отдаст? Никто больше не отдаст. Ну, к чему ради? Да просто вытащил деньги из кармана, отдал, забудь. 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 Максимум тут 50 евро можно одолжить. Максимум. Это, блин, это у самого лучшего товарища. А так вообще 15-20. Это те деньги, которые тебе не жалко, если тебе их не вернут. Ну да, да, да. Все. Вообще, Саша, взаймы купленный брал или у тебя берут? Я одолжил. Нет, у меня не берут, у меня никогда в жизни не возьмут. Потому что у меня нет и никогда не будет. Понятно. Да. А я брал, естественно, конечно. Да, одолжил. Брал. И все-таки давали люди, да? Да. И предупреждал, что делать это один раз и больше никому не вздумать отдаст. А, вот так вот, да? Да. Потому что не уверен, что я отдам, а другие точно не отдадут. Ну ты не отдавал, они не обижались? Нет. Ну как не отдавал? Я стараюсь отдавать. А. Я даже сейчас до сих пор. Ну стараться и отдавать? До сих пор стараюсь. Ну кому-то отдаю, кому-то отдаю услугами какими-то, возможностями. А, вот так вот. Ну понимаешь как? Я тебе скажу честно. Я, вот у меня есть подписчики, да, которые говорят, я хочу там приехать пообщаться. Я им говорю 50 евро в час. А, пообщаться и приехать. Да. И мое общение стоит 50 евро в час. То есть нравится вам это или нет. Я не знаю сколько берут адвокаты, не знаю сколько берут там юристы, мне все равно. Нет, я знаю у нас есть испанский адвокат, с нас она вообще ничего не берет. Мы приезжаем к испанскому адвокату, который там ведет наши дела и не только наши. Да, как бы ну у нее постоянно клиенты, с нас она вообще ничего не берет. А я беру 50 евро в час. Ну это на какие темы? Когда-то я любил людям, ну люди разные, люди хотят тут, ну вот понимаешь. Ты сколько времени потратил и денег для того, чтобы хоть что-то понять. Ну в общем ты уже. Ну вот видишь. А я предлагаю тебе за 50 евро в час все понять. Сразу? Да. Так ты за 50 евро в час сразу расстолковываешь как в испании жить? Конечно. Нет, часа не хватит. А, нужно часика два. Это 100 евро, да? Ну кому, ради Бога. Я вообще не парюсь. Я даже в своем канале об этом говорю. Сейчас так. Раньше было бесплатно. Раньше было бесплатно. Раньше люди просто приезжали, пробовали ума и потом терялись. И потом даже не говорили спасибо. У кого успел одолжить, у того одолжил. У кого не успел одолжить, понимаешь. Раньше я, знаешь как, я был скромный. То есть я людям помогал, подсказывал. Угу. Острю, они даже не теряются. Ну видят нашу ситуацию. Ну и им пофиг. Угу. А я их заводил в такую ситуацию, что просил одолжить. Они меня одолжили, но я уже не отдавал. Ну они не обижались, скажи, что есть деньги? Кто-то обижается. Кто-то до сих пор там обижается. В полицию не заявляли? Не писали? Да. За что? Ну как, одолжили денег вот. Ну напиши. А я что? А какую расписку? Ну как, расписки же там что-то. Ну занимают, деньги дают. Не, ну подожди. Ты это как будто я там какой-то кидалова или еще какой-то. Я так тебе говорю к примеру. Ну я понял, я понял. Это не то, что там… Ну вот мы людям помогаем купить квартиру. Так. Они с такими удивлениями, знаешь. А почему вы ничего не берете с нас? То есть вот тут ничего. Наташа пошла к Натальюсу. Испанский риэлтор. Люди у нас купили в Касантане квартиру. Мы им полностью помогли. Кто-то брал, вытаскивал, давал 100-200 евро. А кто-то вот такой с удивлением. Нет, ну вот скажи, а зачем тебе это надо? Я говорю, ну просто хороший человек. И все. А он не телится. Дальше он не телится. Я подхожу и говорю, слушай, одолжи 200 евро. Ну он в любом случае одолжил, правильно? Он не может же. Ну да. Так заранее нельзя было договориться там? Наши услуги стоят там 300. Ну может быть это вот моя глупость. Знаешь как? Ну я же не риэлтор. Я же не учился на риэлтор. Так подожди. А тут же еще может мне такую тему заговорить, что тут может уже заложено быть, скажешь ты помогаешь, а тебе уже другой платит там этот. Кто продает вот так? Какая разница? Ты ж напрямую мне не плачешь. У меня был случай. То есть у меня есть заговоренность с риэлтором. К примеру, да. На какой-то там кусочек денег. А был случай такой, что моя подписчица, которая уже жила в Касантане, пошла покупать с подружкой, которая вроде как чуть-чуть говорит по-испански, пошла покупать Коркин. Но когда они поняли, что без Наташи моей они не обойдутся, они попросили Наташу прийти все-таки помочь. Моя Наташа пришла, помогла, а потом риэлтор говорит, ну не вы же привели этого клиента. Я вам ничего не дам. То есть и получается как бы вот такой вот эффект. А они все равно проплатили все везде. Вот и все. Нет, надо сразу договариваться, как тут не принять так. Я не знаю даже. Просто свои какие-то темы. Нет, понимаешь, если ты идешь к риэлтору, я тебе рассказываю как было, я тебе не рассказываю как сейчас. Сейчас у меня просто 50 евро в час. 50 евро в час. Это без раз, что там. К риэлтору идем, не к риэлтору там или куда. Болтаем просто. Это просто хочешь кофе попить. Отнять мое время. 50 евро в час. Это стоит мое время. Это стоит мой опыт. Это стоит то, что я открыл фирму, удерживал ее до последнего, получил резиденцию, получила моя жена резиденцию. Сейчас я автонома. Я занимаюсь конкретным реальным бизнесом. Получаешь от этого какой-то определенный доход. Это моя история, это мой опыт. Я знаю что рассказать. Я могу что рассказать. Люди хотят открывать бизнес. Я говорю пожалуйста, не вопрос. Я могу даже помочь. Подсказать. Конечно. Меня звонит подписчик один из России с глубокой. Где-то он там под Барселоной квартиру купил. Хочет сейчас приехать туда. Открыть. Точно то же самое, что у меня. Спрашивает, да? Да. Я ему говорю, ну ты в курсе, что тебе надо лицензию? Ну вон в телефоном режиме. А зачем мне лицензия? Я говорю, ну как зачем лицензия? Тебе не дадут поставить в станки. Тебе надо сделать лицензию. Знаешь сколько стоит лицензия? По минимуму. По минимуму это с нашим опытом 15 тысяч евро. 15 тысяч евро? А без опыта 25. Это серьезные такие вещи? Такие цены? Да. Ну а как-то по-другому. Ты не можешь открыться в Navi без лицензии. Лицензия нужна именно? Конечно. Я тут на строительном смысле на вот что мы будем делать, да? Лицензии. Ну, цех производства. Это просто лицензия. Это в арендованном помещении. В арендованном. Не в своем. Не в своем. То есть если я завтра уйду, эти деньги они просто улетят. И все, да? И все. Если я пойду в новое помещение, мне надо будет делать лицензию на это новое помещение. А, вот тут даже не на филу делать лицензию, а именно на это помещение. Именно на помещение, в котором будет происходить производство. 15 тысяч евро нужно это отдать, да? Да. Серьезно? Когда я открывал, когда в контейнеры шли станки, я еще не знал о том, что нужна лицензия. А, это получается попало тогда сразу? Нет. Я просто вот потом, когда я начал работать, я открывал для себя новые финансовые затраты. Которые я даже не предполагал, где они могут быть. Соответственно, не готовил их. Получается, как это форс-мажором они были, да? Раз, не херак, штука еще нужна, да? Я всегда рассказываю, что такое бизнес. Это в Испании. Это бурная река. Другую аналогию приведу. Ну, это та же аналогия, только чуть-чуть вернусь назад. Ты родился в селе. У тебя есть ставок. Ставок? Ставок. Ставок, ну, не знаю. Наставник, что ли? Заводь. Я не знаю, как по-русски. Хорошо. В Украине это ставок. Когда речка течет, ставят дамбу, и вода собирается. Понял, понял, да. Заводь такая. Как у вас это называется? У вас что-то такого нет? Дамба, что ли? Дамба какая-то? Нет, ну вот это ставок называется вообще. Ну, хорошо, пусть ставок будет. Хорошо. Как это называется? Накопитель воды. Да, да, да. Понимаешь? Туда рыбу запускают. Вот. Запуда, запуда. Ну, пусть у нас это ставок называется. Значит, вот есть ставок, вон там 300 метров в длину. И ты маленький, там сначала доплыл до серединки, потом подрастал, уже переплывал до конца его, отдыхал, потом плыл назад, потом вырос. Ставок этот только фух-фух, короче, переплыл обратно, короче, уже и вдоль, и поперек, все. Ты уже знаешь этот ставок, как все, ты тут вырос. Приезжаешь в Испанию, видишь такая маленькая-маленькая короткая речка. И тебе кажется, да я ставок у себя там переплывал, да я что тут речку не переплывал. И плывешь. Доплываешь до середины, а там оказывается большое подводное течение, о котором ты даже не предполагал. И у тебя сил переплыть уже нет. И не хватает сил уже назад вернуться. И один вариант, это тебя сейчас эта река просто тупо понесет. Куда-нибудь? Ну не куда-нибудь, а конец. Там она же все равно где-то закончится. Но ты не переплывешь. Понимаешь? Для того, чтобы тебе переплыть, ты не рассчитывал на эти силы. И вот многие тут ошибаются. Вот так вот. Они приезжают, они думают, а я сейчас вот открою там, мне хватит 50 тысяч. Или я сейчас открою там, мне хватит 100 тысяч. Они даже не предполагают, что надо на это минимум 400. Не 200, а 400. Потому что от того, что ты переплывешь, от этого еще, ой, ну эту речку, от этого ничего не меняют. Это ты просто сделал то, что ты должен был сделать. Но ты же не знал, что там вообще на том берегу. Ну да. Ну. А там дальше этот бизнес еще надо удержать. Поэтому то, что стоит 100 тысяч, чтобы удержать и чтобы это работало, и чтобы действительно это добить. То есть это не 100, а 400. 400. 100 плюс 100 это речка и еще 200 для того, чтобы как минимум 2-3 года это удержать, чтобы обрасти. Обрасти. Да. И вот на этом люди, вот в начале видео я тебе рассказывал про ресторан за 100 тысяч. Ага. Ну просто если бы у них было 400. Этот ресторан сейчас работал и они бы и работали. Зарабатывали своих полторы-две тысячи евро в месяц с удовольствием. Ну вложи в 400, блин. Да. Так может вообще лучше 400 на счет положить и просто их тратить? Ну, как ты думаешь вот? Да. Может быть. Может быть так проще? Может быть. Чем там? Может быть. Может быть. Ну обрасти мхом и натуральным уже. Ага. И умереть. Жизнь это движение. Ну понятно, понятно. Ты должен выйти из ворот и сразиться там с этими всеми конкурентами, мамонтами, понимаешь? Конкурентами. Чтобы затащить своего мамонта. А иначе ты просто обрастешь мхом и все, и умрешь. Если ты не будешь двигаться. Ну, в любом случае, я думаю, человек должен что-то создавать, куда-то двигаться, к чему-то стремиться. Ну, можно объездить весь мир и что дальше? Ну, быстро притом. А все равно с чего-то будет хотеться. То есть, какого-то дальнейшего движения. Ну, понятно. Ну, быстро это неинтересно. Быстро это как голубым по Европе. Лучше помедленнее. Я не спорю. Так вот в европейцах живут. Они доживают до пенсии, покупают себе кемпера и катаются по Европе, путешествуют. В Америке точно так же, американцы, бабушки, дедушки потом начинают путешествовать по Америке и для себя ее открывать. Всю жизнь они работали, а на пенсию вот так они живут. А что, нет англичан, которые продают свои дома там за 600-700 тысяч евро. Приезжают сюда, покупают за 150 и на оставшиеся тут живут. И плюс еще получают пенсию. Есть. Я когда-то был в Индии, в штате Гуа. Там англичане вообще зимуют. Вот им это нравится. Там по кайфу, там тепло и дешево. Либо ты должен быть какой-то художник, писатель, философ. Тебе нравится что-то копошиться, тогда да. А если твой бизнес, твоя жизнь завязана на том, чтобы выходить и бороться с мамонтами. Что же устаешь от этой борьбы? Хочешь отдохнуть ведь, Саша? Ну, надо все взвешивать на веса. Знаешь, все хорошо. Вот даже вот как питание где-то читал, что все полезно для организма. Но всего по чуть-чуть. Да, все правильно. Надо есть все. И мясо. Только не одну свинину, а еще немножко говядины. Немножко курицы, немножко там барашка. Да. Но мясо. А без мяса никак. Ну и так далее. Саша, как ты думаешь, что, например, ты хочешь что-то открыть? Надо сразу, скажем так, запланировать на 100 тысяч, а хватит на открытие. Надо сразу умножать на 4 примерно, да? Или на 3? Не знаю. Как повезет. Как повезет? Нет. Если ты будешь... Ты понимаешь, все индивидуально. Если это СТО, то там не будет столько подводных камней. Там можно умножить на 2. Понимаешь? А если это бизнес, в котором ты будешь управленец, то там нож на 4. На 4 сразу, да? Там у тебя 100 тысяч есть? Один человек в Испании стоит 25 тысяч евро в год. В год ты должен содержать, платить им заплаты. Если ты неопытный, если ты только сюда приехал, и если этот человек будет работать на 8 часов, то он тебе будет стоить 25 тысяч. И его еще нифига не уволишь, да? Еще сложно со всеми... Не, ну почему не уволишь? Уволишь 9-ти месячный контракт, потом на месяц увольняешь, потом опять берешь на 9 месяцев. Его? Да, по законодательству, если человек у тебя проработал 9 месяцев без перерыва, ты ему должен уже тогда дать постоянный контракт. А с постоянного вообще сложно уволить, да? А с постоянного уже намного сложнее, потому что там есть... Ну опять же, все зависит от кого ты берешь, что за человек. То есть как бы это все индивидуально. Ну испанцы, они это так воспринимают. Я с разными людьми сталкиваюсь, разные люди. Если человек по жизни нормальный, то с ними по жизни можно нормально разговаривать. А если человек, ему пофиг все, то и он поверни, он тебе и твоему бизнесу много прибыли не принесет. Потому что если он пришел сюда только для того, чтобы поиметь, то он поимет. Ну понятно. Ну это на входе надо понять, правильно? На входе. Не знаю. На входе сразу не поймешь, что из первой беседы. А тут испытательный срок есть? Знаешь, я с одним человеком встречался там. Он тут в Телевехе, у него тут мебельный цех маленький. Он вообще сам строитель. Надоело ему компьютера платить. И что-то он решил создать свою компьютерию. И я как раз приехал, он только открывался, а я только-только приезжал сюда. Ну я ему там рассказывал, что у меня в Украине производство, там люди туда-сюда. Он говорит, ой, давай поменяемся. Я так смотрю на него, думаю, что за бред. И он мне так по чесноку начал рассказывать, какие у него расходы. Я же не поверил ему. Вот как мне сейчас не верят. Точно так же тогда я не поверил ему. Только прошло там пару лет, и я понял, что он все-таки говорил всю правду. И что, хотя бы там был, если не секрет? Нет, дело не в этом. Я не про это хотел. Ну там были расходы большие. Больше, конечно, чем сейчас у меня. Но я в какой-то определенный момент тоже дошел до его расходов. Потом я понял, как эти расходы снизить. А на тот момент, когда я начал открываться, и он мне рассказал о своих расходах, я ему не поверил. Потом, когда я открылся и пришел к этим расходам, я понял все. Потом я уже начал пытаться уйти от этих расходов, но это было очень тяжело. Я ходил постоянно по краю обрыва. По краю обрыва? Да. Получается, что если создавать бизнес, это надо буквально вот так вот плыть? Нет, надо сначала прожить тут пару лет. Мне говорили сразу, бери шуруповерт и иди нанимайся к кому-нибудь и ходи просто шуруповертом. Ну, так как я не родился шуруповертом, это не мое. Поэтому я этого не сделал. А вообще, понимаешь, простая вещь. Тот человек, который с шуруповертом в Александре есть свой канал, ссылочка на него будет в описании к видео. АПЛОДИСМЕНТЫ ТОЛЬЧЕНКО Спасибо.